Нам сегодня не звучат анфары, только разумен, как в тревоге знак, вновь у вас, грубих о дальней паре, плоснул ночной укрюмый рак. На трибуне Владимир Белов, член Союза писателей, а 73-й вам сотрудник тогда еще милиции. В свои 26 Владимир Белов попал в уголовный розыск по комсомольской путевке. Проработал там 9 лет, после 17 лет трудился начальником отдела кадров и все это время непрерывно писал стихи и рассказы. Как сказал критик мой знакомый, это проза деревенская. И есть несколько рассказов о милиции, потому что я работал, я в уголовном розыске соприкасался с ситуациями, которые мне подсказывали сюжеты. А сюжеты Владимир Белов брал из жизни. Например, его рассказ «Разборка в вагоне» появился из жизненной ситуации, как еще молодой герой Владимира Белова ехал к невесте. Место в поезде ему попалось рядом с бывшими заключенными. И вот когда герой засыпает, мужчины воруют у него новые чешские ботинки. Как и в жизни, парень вычисляет жуликов, похищенные возвращает себе, а заключенных сдает в милицию на ближайшей станции. В основу произведения лег случай из жизни Владимира Белова. И такое все его творчество. Случаи жизни, личные переживания и мысли. У меня появилась мысль, как модно называть проект, издать сборник четырех милицейских поэтов. И мы так собрались и начали работать над пакетом книги. Над отброской названием сборника. И у нас получилось дружно. И вот появилась эта книга. Вот такая. Четырех авторов. Все стихи. Вчетверо мы придумали название для сборника «Щит. Тишины». В книгу вошли произведения четырех ветеранов МВД. В их числе члены Рязанского регионального отделения Союза писателей России Владимир Белов и Валентин Макушев. Тема у произведений самые разные. Нелегкая дружба, красоты родины, природа Рязанщины и, конечно же, стихи о любви. Как и положено книге от ветеранов, презентация прошла в актовом зале Октябрьского МВД. А скоро, говорят, стихи сможет прочитать любой желающий.